всех-всех приветствую на моем канале сам себе режиссер меня зовут ольга новый день новое видео вчера я зефиры делала вот ножка осталось и вот так их склеила пудрой обсыпала очень хорошие мягенькие такие нежные я вперед делала давно давно они мне как-то получились жестковато этим такие найти как сказать ну на маршмойлу хорошо похоже а сегодня хочу сделать кекс а для этого у меня уже все приготовлено быстренько вам скажу и буду заниматься начал потом забуду что мне надо было для этого 220 сахара 200 изюма 3 яйца 300 грамм муки вот масло 220 масло сливочное сейчас взбивать буду с сахаром ну и ванильный сахар и разрыхлитель все взбиваем сначала сахар с маслом хорошо взбиваем но она не разойдется сахар с маслом не оставит будем добавлять по одному яичку и вбивать я не знаю шуметь не шуметь кому интересно когда она крутится ну насколько это будет возможно можно и показать так масло должно быть мягенькая вот она лежала у меня с утра на столе видите но мягенькая обязательно должны быть всем составляющие одинаковой примерно температуры но вы понимаете масло будет теплое закинуть холодный холодное яйцо масло сделается крупинками она подмерзнет но все наверно понимаем уже женщины если молодые девочки они конечно откроют специалиста и посмотрят как надо давно уже маслом не лежит сахар тоже у меня здесь в доме полдня уже масло лежит она уже мягенькая сейчас я его буду взбивать засыпала сахар сахар желательно чем мелче тем лучше кому не жалко пудры сахарной еще лучше будет но у меня мелкий сахар че буду пудру портить вот такой буду я выпекать форме обмажу и обсыплю мукой и буду заливать тесто так взбиваем очень хорошо по очереди добавляем яйца масло с сахаром перемещаем и будем заливать вот во изюм сначала добавляем а потом муку все замешиваем за разжихлитель естественно уж понимаете 300 граммов как раз фасовка так по рецепту так и сделала посмотрим все сюда мы залили разровняли духовку включили и будем выпекать утром у нас была каша гречневая обед у меня борщик сейчас перемою уже все сполоснуло все сполоснуло все готово картошка на вечер он очищен там по выколупать надо глазки и все время у нас 14 27 пол третьего сейчас поставим а вот и кекс испекся вытащил духовка остывает только сейчас такой кексик скоро буду эту мыть бадью 300 грамм муки 200 грамм маслом 200 граммов сахару 3 яйца ну естественно ванилин разрыхлитель вот такой получился горячий горячий сейчас буду это отпаривать время время безвести четыре время время не убавляет ход время время идет себе идет снег пожалуйста будьте любезны полюбуйтесь на снег вот сейчас четыре часа 30 градусов минус не знаю видится ли не видится у вас у меня не видится здесь а утром до 10 утра 38 было у нас все было вот вдали где вот эти шары их не видно было эти шары надо было какой-нибудь палочку то пальц толстый вообще их не видно было сейчас посмотреть и седые верхушки сопки это все и не морозный вот так вот зима зимушка зима потолок ледяной дверь скрипучий за шаршалости как ступнется порог всюду и не а из окна мороз синий-синий о луна 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 цветы снег 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 цветы цветы не получится нету цветов летом будет так вот я сегодня сделал и борщик и кашку вчера зефир делала сегодня кекс и не завтра надо замутить мне завтра суббота завтра наташа занята будет но даст бог время выделит и мы с ней проедемся по городу все-таки вот как-то веке план на завтра рассказываю больше у нас будет к чаю будет утром можно мы сегодня омлет делали девочка при девушка приходила капельницы делать и омлетиком ее накормила а вчера зефирчиками это что это такое это это вы сами делаете знаете когда человек действительно никогда не занимался этим работает круглые сутки какой им там стряпать или там по интернету про зефир смотреть конечно я понимаю я когда сама работала какой там зефир мы тогда делали торт сейчас скажу какой банка сгущенки 2 яйца стакан муки сода естественно гашеная даже без сахара вот так банка сгущенного молока не вареного сгущенного молока стакан муки 2 яйца все это сбиваешь сода и форму у меня было чудо печь такая как сковорода в ней пекли и все разрежаешь напополам смешиваешь сливочное масло с вареным сгущенным молоком промазываешь и оля-ля и вуаля и торт никогда не украшали там вот насадками как я сейчас занимаюсь дурью ой мне нравится так я не знаю как будто рисую прямо цветочки получается такая красота наверху у тортика но не знаю только по праздникам теперь дома я там всех соседей одаривала тортиками дню рождения сегодня у кати день рождения сегодня с позвонила она ездила с девочкой с внучкой в поликлинику что-то у ее внучки 11 лет по-моему или 12 а так вот у нее с пальчиков слазит шкура кожа шкура этого животных до пальчики облазят вот кожа даже ручку ей в школе писать больно пальчику до того о это вообще и вот они занимаются теперь этим я звоню грюкать ты где-то было я звонил я уже два раза звонил она не могла взять трубку на вид вот ездили с внучкой у них тоже 38 минус как и у нас по морозу ездили сдавали анализы там ним какую-то мазь выписали вообще витамины выписали не знаю вот что нападает на человека боже мой 12 лет ребенку я все-таки это связываю конечно не утверждаю все таки я связываю с нашим питанием особенно детским они же как начнут то сосалки эти покупать то как на палочках что-то там то этот киндер сюрприз но отсюда ты химию она же вкусная наш красивая в коробочках и так завернута я все-таки с этим и в школе там не в деньги всегда есть они в школе тоже что хотят то покупают и дома мамашки тоже жалеют все думают что этим они детей жалеют балуют что такое покупают я с этим связана ну и еще у нас конечно и воздух ясное дело тоже загрязнен потому что вот вспомните наши годы ну мы конечно не голодали уже вот эти рожденные после пятидесятых но мы молоко домашнее там у многих если у кого не было покупали на дому молоко яйцо тоже из-под курицы у кого не было тоже покупали держали свинюшек держали коровешек коровок ну как-то вы знаете бочно варит мама мясо тоже свое ну кто не держит у кого-то покупает да и в совхозах если привозили в магазин когда-то мясо пусть оно такое страшненькое ну у нас не было рядом совхозов у нас не было колхозов рядом это сковородинский район там вокруг нету не было колхозов я только во взрослом состоянии после 25 лет увидела что такое комбикорм у нас если держали свиней коров то кормили хлебом вот разламывают черного хлеба покупали по 10 по 8 булок там на 2 на 3 дня вот кормили свиней коров вот я это помню никакого комбикорма не было поэтому и не держали больших свиней чтобы там год или там 8 пол сколько полгодика и все и закололи там четыре месяца и съели эту свинюшку но я к тому что все-таки натуральная пища она должна присутствовать но сейчас даже фермеры то какие-то добавки стараются особенно вот в хабаровске я знаю там так выращивают поросят насильно им там как-то пихают в маленьким горло какую-то еду с добавками аж визжат не рассказывали очевидцы то там был и выращивают таким скоростным каким-то способом с добавками какими-то что он уже в полгода на нем столько мяса а косточки то маленькие не выросли вот наращивание мяса вот если правильно сказать быстрое наращивание мышц у животных что у говядины что у свинины и даже это уже понимаете тоже вредно на раньше что там молоко хлеб даже колбасы делали что вы понимаете не с таким вредным е-е-е-е я так думаю да и не очень мы ее мы ели особенно то так как краковская у нас было такое не было от молочной до докторской у нас такой не было колбасы не знаю у кого-то там может это у нас нет у нас была вот такая по 290 как сейчас краковская такая загогулиными такими вот как-то мало такое все мы ели с химией а сейчас вот дети и жвачки эти какие-то жевательные резиновые вот эти мармеладин и они все их и жуют и жуют всякое оно же красивое но же там игрушки всякие сделают из этого маршмеллоу вот эту но дома сделаешь маршмеллоу эту там хоть знаешь что там желатин да белок куриный а я думаю если на производстве там же еще добавят е такое чтобы она хранилась дольше все равно какой-то химия в общем и смотрю вот ребятишки бегают у них по пакетике вот с этим всякими мармеладинками там всякими ну вот наверное я так почему-то и очень много детей аллергетиков очень аллергия аллергия у многих детей боже и вот она завелась я и вот она сегодня ездила с внучкой по поликлиникам давали кровь там все анализы то сдавали то забирали такого мороза не мотались ну потому что каникулы будут нам нужно через каникулы даже не знание нас 25 может быть не сама катюша все у нее и копчик у нее в треснут и где-то она упала копчик треснул трещина в копчике и сидеть даже тяжело и ходить тяжело и еще и говорит сегодня говорит тазобедренный горчат начал болеть она видимо все связано с этим есть сегодня 60 лет юбилей я говорю зайди ко мне домой возьми подарочек с юбилеем тебя этом денежек оставила и такую вещь хорошую теплую ну вот как-то так рассказала все что было все что было все что было как эта песня чуть я сегодня распелась наташа на обед не приходила нужно сильно поздно пошла на работу с утра и сегодня прокапали вниз утра приходила девочка такая девочка ловкая так быстро она вена находит раз и все раз и все она вот когда работает в больничке там она все просят больные чтоб она ставила капельницы и кровь берет она кровь берет делает эггэ в общем ведет беременных там много у нее работы намного нахватала по полставки ей надо и вот ловкая на такая прямо вообще таких мало вот как-то с наташей познакомились тогда наташа и помогла сейчас на наташи помогает наша обратилась к ней на и все рассказывает такая прямо как врач все на но она не девочка я 53 года но для меня на ребенок я могла быть ей матерью там чуть-чуть может быть нет 17 лет если про дела бывает заражает 17 лет стараюсь чем-нибудь ее угостить таким она же дома когда ей все бегом-бегом-бегом-бегом она сутками в поликлинике в больнице то есть терапии сутками всех замещает сейчас будет новый год праздник она она же не пьет совсем и вот уже попросили дежуре подежурить сутки потому что говорит женщина которая попросила ее заместить на сутки я же после праздника я никакая буду я хочу потанцевать попрыгать вот она согласилась зарабатывает она сама и квартиры купила и машины купила все молодец прямо одна как-то вот видите молодцы все люди кто работает а кто сидит и плачет достонет да все о с той стороны вот с той стороны вот эти вот мешают мне прям все хотят чтобы с неба упала что бесплатно магазине все купить по дешевке только и мечтают и не хотят работать никогда работа еще не была в радость и в счастье вечно идешь на работу потому что надо работа будет кормить нас мы это понимаем холодильник гудит вечно в штаммы здесь холодильник пух 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 а не знаю на новый год на на холодец не буду говорить потому что у нас владюша на 31 на работе первого пока выспится уже договоримся когда при этом не будет работать тогда уже а он же холодец не ест а чай говорю наташа совсем мало есть тоже боже мой и здесь некому варить вот она больше еще ничего то мы пирешечку вчера вот я делала мясо с подливом это мы любим даже котлеты это уже не особо мы три дня ели котлеты по одной котлетки всем штук жарила и три дня ели ну вот так рассказал рассказала красота но красота же вот наташа любит кексики но 1 м теперь я финики все даже наташа не пробовала ни одну вот как какие добротные я такие никогда и не ела вечно купишь они то сухие какие-то знаете вот эту корочку и снимаю я уже договорила господи по второму разу ой очень вкус даже ароматные какие вот такой рыбий жир я пью показала сейчас я медсестре она говорит до омега-3 хорошо купили с наташей стоит никому не надо зачем купили на года не знаю что-то кинулись показалось что дольки лимонные мармелад такой вот так некому есть некому так я больше поела одна вот что дома на что сейчас здесь одна никого нет на работе все на работе же но зато они знают что придут у нас пахнет хлебом пахнет выпечкой пахнет борщом уже в пустую квартиру они не придут им тоже как вроде бы неплохо денис тоже на работе невестка на работе внучка в садике никого не вижу может быть вот двадцать девятого мне невестка говорит может быть я пойду но невестка ведь может быть я пойду на корпоратив и лёг вам игру веди 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 тоже не сомневайся сегодня пятница вот завтра у наташи корпоратив боже мой вот сегодня утром и и прокапала сестричка потому что сегодня у неё к корпоратив ну и такая быстрая и капает и ресницы делает и маникюры время находит делает ой молодец как будто вот заводная молодец вообще быстро люблю быстрых людей не люблю разинь медлительных не могу переносить мне и денис такой биту ищи люблю кто медлительный люблю не люблю мы все разные вот локаторы стоят говорят они действующие вчера грета забастовала не пошла сегодня нарочно не пойду с ней ну чё 31 градус только одеваюсь я 15 минут потом прихожу 15 раздеваюсь раздевываюсь потихонечку в одно второе третье шубееку старую и вперед она выскочила и все нет мы сегодня утром я выпускали она пробежалась ну вот может быть еще вечером выпустим все он куда она не идет рисковать что она пойдет или не пойдет мне так не будет дело холодно очень я сегодня звонила же кати биробиджане маск режим маски ходят масках ой боже мой все китай в китае опять повальный вирус хоть он не такой как вроде говорят уж как предыдущий был но тоже ничего хорошего что сидим дома то есть за семью с заборами тоже не общение но тоже как говорится вредно чуть только где-то кто-то зашел и готов или там магазин пошел и все завтра мы поедем магазинчик может быть и не можете надо свеклу и морковки хотя бы взять так у нас все есть и масло и молоко молоко есть но мало уж овощей возьмем уж фруктов каких-то возьмем мука на исходе вот 5 килограмм брали я приехала уже там килограмм остался бы хорошо и хлеб же пеку и булочки отпекла все пеку пеку ну ничего две булочки всего осталось все поели раздали поели ну наверно на этом и все пока пока будьте счастливы будьте благоразумны будьте добры и все будет у нас хорошо и все будет хорошо